В Видновской детской поликлинике часто проводятся тематические мероприятия, направленные на улучшение качества жизни и повышение уровня грамотности населения в области знаний о здоровье. Каждый человек должен быть заинтересован, чтобы он не болел, проводил профилактические мероприятия, чтобы он занимался физической культурой и чтобы он, естественно, вел правильный образ жизни. На этот раз здесь состоялся мастер-класс для молодых мам, где они узнали обо всех тонкостях массажа для грудных детей. Также перед собравшимися выступил врач-невролог. Он прочитал лекцию о нервно-психическом развитии младенцев от момента рождения до одного года. Каждый месяц жизни ребенка должен сопровождаться новыми полученными навыками. Так как все были на изоляции, много малышей родились в каид, которые не попадали к неврологу, и для того, чтобы хотя бы представлять, где есть патология, где есть норма, как поступать с малышом, что с ним делать и что малыш должен, мы решили провести такой небольшой свой родный мастер-класс. Ребенок рождается с определенным набором рефлексов – плавательным, хватательным, шагательным. Спустя несколько месяцев они угасают, а позже, при должном физическом и психическом развитии, малыш совершенствует навыки движения, начинает узнавать родителей и проявлять эмоции. Помочь в этом могут несложные упражнения и лечебный массаж. Родители с интересом наблюдали за мастер-классом и по их признанию узнали много новой полезной информации. Основные виды массажа делают в 3, в 6 и в год месяцев, чтобы малыш подготавливался, в 3, чтобы переворачивался, в 6, чтобы сел, в годы, чтобы его пошел. Поэтому лечебный массаж, конечно, для расслабления он необходим всем деткам. Ну а по возможности что-то делать дома, каждая мама может сама сделать какой-то массаж своему малышу. По словам врачей, молодым родителям не стоит паниковать, если на их взгляд ребенок отстает в развитии. Ведь каждый случай индивидуален, а чтобы правильно понять ситуацию, необходимо обратиться к профессионалам. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.